Спонсор рубрики «Бурганский мясокомбинат Стандарт». Чтобы осенью собрать богатый урожай моркови, в середине июля морковь необходимо проредить. Работу эту можно было провести и раньше, но если до сих пор не сделали, сейчас самое время. Чтобы они были крупные, не были рогатые, не были кривые. Если речь идет о сортах типа «Нанская» с цилиндрическим корнеплодом, оставлять нужно 4-5 см. Если же сорта типа «Шантане» с коническим корнеплодом, то надо оставлять 6-7 см между растениями. Это касается всех корнеплодных растений, то есть это морковь, свекла, редька, редис, в том числе и лук, то есть растения, у которых хочется получить более крупные продуктовые органы, то есть поменьше оставишь, значит те, которые останутся, будут покрупнее. Прореживают морковь, когда почва влажная. Так работа выполняется легче и корешки растений меньше травмируются. Растения находятся рядышком и корневая система переплетена отчасти. Ну и после этой операции необходимо растения подкормить. То есть сделать раствор комплексного удобрения, азофоски, например, 20 грамм на 10 литров воды, это столовая ложка, и полить эти растения, чтобы, так скажем, поддержать их, потому как действительно корневая система отчасти будет у них травмирована. То, что будет прорежено, можно уже использовать в пищу. Сейчас корнеплоды в диаметре достигают 1 см. Чистить их даже не обязательно, достаточно хорошо промыть и обтереть грубой тканью. Так, хлеб взяли, овощи взяли. Стоп, а тушенку взяли? Главное – тушенка. Попробуйте тушенку от Курганского мясокомбината «Стандарт». Выбираю настоящие. Редактор субтитров А.Семкин